К празднику Великой Победы сегодня присоединился и Тольятти. Тысячи жителей города приняли участие в международной акции «Бессмертный полк», а в небе над парком истории техники имени Сахарова выступила знаменитая пилотажная группа «Русь». Дмитрий Лобанов продолжит. Жители Тольятти выходят на улицы с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Каждый год международная акция «Бессмертный полк» объединяет миллионы людей по всему миру. У каждого своя история, свое личное горе, но всех объединяет память о погибших и благодарность за победу. Это мой дедушка Щербинин Андрей Федорович. Он служил, прошел всю войну, то есть он защищал фронты Заполярье. Он был шофером и доставлял предовольствие военным. В этом году мы решили посетить первый раз «Бессмертный полк». То есть много слышали об этом событии, видим, сколько людей ходит, и не могли пройти мимо этого события. Поэтому для нас это очень важно. Поляков Михаил Константинович. Он молодым парнем ушел. Сначала в финскую войну воевал, затем в Великую Отечественную. Под Сталинградом был контужен, вот в этом самом котле сталинградском, и демобилизован. Потом уже трудился в тылу на благо своей родины. Первый раз участвуете в «Бессмертном полку»? Да, мы первый раз. Мы смотрели сначала по телевидению, а теперь решили сами поучаствовать. Колонна начинает свое движение вдоль всей улицы Юбилейная. 9 мая отмечают в Тольятти с размахом. На другом конце автозаводского района все взгляды устремлены в небо. В парковом комплексе истории техники имени Сахарова, кажется, собрался весь Тольятти. Все это ради пилотажной группы «Русь». Целый час летчики будут исполнять фигуры высшего пилотажа. Чтобы наблюдать за ними без проблем, понадобятся солнечные очки. Очередной заход на вираж и головокружительные маневры в воздухе. Для летчиков пилотажной группы «Русь» обычное дело. Боевой проход в строю, вираж с креном 60 градусов, петля Нестерова и боевые развороты. На самолетах Л-39 российские асы готовы показать настоящий пилотаж. Главная задача авиационной группы – показывать технику высшего пилотажа. Но кроме учебно-боевых самолетов, в небе появились и моторные Як-52, а также вертолеты Ми-2. Такой парад воздушной техники проходит при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова. От главы региона сегодня хороший большой праздник, подарок – выступление пилотажной группы «ДОСАВ» Самарской области и пилотажной группы «Русь». Я всех поздравляю с Днем Великой Победы, желаю самое главное – здоровья. И в память о наших дедах мы должны помнить нашу историю. И всем желаю мирного неба над головой. Кульминацией праздников в Тольятти станет салют во всех трех районах города. Они начнутся одновременно в 22.15. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии.